Чтобы после новогодних праздников не было мучительно больно, спасатели и медики напоминают самарцам особенно внимательно относиться к выбору пиротехники. Ежегодно в новогоднюю ночь в больницы города поступают пострадавшие с ожогами рук и глаз. К сожалению, пораженные ткани спасти можно не всегда. Причина таких серьезных травм – несоблюдение элементарных правил безопасности и некачественные петарды. Многие граждане приобретают там, где дешевле, не в специализированных точках продажи пиротехнической продукции, а приобретают продукцию, которая подверглась влаге, либо повреждениям каким-то механическим. Соответственно, это тоже играет роль. Специалисты Роспотребнадзора советуют самарцам не покупать петарды в подземных переходах и у сомнительных продавцов на улицах. У тех, кто реализует качественные фейерверки, всегда есть документы. В первую очередь, конечно, внешний вид изделия. Упаковка не должна быть деформирована, никаких признаков вскрытия, ничего быть не должно. Как уже также отмечали, вся пиротехническая техника подлежит обязательной сертификации. Соответственно, на упаковке должен быть серфикационный знак и также знак единого обращения на рынки таможенного союза. Это знак ЯК. Соответственно, потребитель имеет право обратиться к продавцу с требованием, чтобы он подъявил ему сертификацию соответствия, которая, собственно говоря, и будет подтверждать то, что изделие прошло все необходимые испытания. Чтобы устроить праздничный салют, который пройдет без последствий, нужно выбирать открытое пространство. Обязательно отходить на безопасное расстояние. Взрывать петарды на балконах и лоджиях категорически запрещено. Это может привести к пожару. Также спасатели советуют родителям не разрешать детям играть с петардами и использовать пиротехнику только под присмотром взрослых. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.